Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня, конечно же, вместе с вами мы продолжаем проходить игру под названием Battle Cats. И пожалуйста, друзья, не забывайте, что каждый ваш лайк делает нашу кошачью армию немножечко веселее, добрее, больше, смелее. И в общем-то, мы тогда наконец-таки сможем захватить мир, я надеюсь. Ну а пока я пойду и пооткрываю несколько редких капсул, потому что еще с прошлой серии я мечтаю об этом красивейшем китайском драконе. О мощи которого, наверное, уже слагают легенды, хотя, может быть, он не такой уж и мощный, как мне кажется. Но все равно, это существо должно оказаться в моей армии, стопудово. Прикиньте, совместить кота и дракона получится просто невероятно красивое существо. И в этом наборе меня привлек еще один очень интересный момент. Посмотрите, помимо этого крутого дракона, здесь есть какой-то робот. Судя по всему, я могу, конечно, ошибаться, но силуэт мне напоминает робота, как будто бы в нем сидит котенок. И если все сложится хорошо, игра подарит мне этого робота. Так, все, хватит болтать. Зажимаем пальцы, скрещиваем, закрываем глаза и надеемся на то, что дракон выпадет. Давай, пожалуйста. Иии, ну как же так, опять роботизированный кот. Ну, сколько ты можешь играм мне их дарить? Это же просто какое-то издевательство. Одного за одним, естественно, я обменяю его на опыт. 112 тысяч. Ой, 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 друзья, друзья мои, друзьяшечки, как же я вас люблю. Это просто невероятно, это просто нечто. Я обожаю этот день. Я, это будет теперь красный день календаря, не иначе, потому что у нас есть гигантский робот для котов. Вау, 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 вау. В голове только слово вау и больше ничего. Вот это действительно очень-очень круто. И, возможно, я его полюблю даже больше, чем валькирию. Не знаю, может быть, он будет не сильно атаковать. Нет, нет, по-любому, это технология из будущего, и они покажут свою мощь в полной красе. Все, конечно же, я хочу его заюзать. Ух, правда, я пока не знаю его характеристик, друзья. Напишите, пожалуйста, какой у него урон, здоровье и так далее, потому что вместе с вами в сотрудничестве мы узнаем, кого стоит использовать, а кого нет. Этого я тоже обменяю на опыт. Это просто реально бред какой-то. Открыл три капсулы, в двух из них лежит кошачья вот эта вот ерунда. Заводной кот. Все, продаем, и пора идти сражаться в новый мир будущего, и, естественно, тестить этого крутейшего робота. Я уверен, что он будет очень крутым, поэтому сразу же весь опыт, который у меня имеется, потрачу на его прокачку. Я не смогу добить эволюцию, но зато урон у него возрастет. И смотрите-ка, вау, он будет неплохо стоять против красных противников, и очень больно бить, я так понимаю, инопланетян, пришельцев. Или защиту у него против красных и пришельцев они имеют в виду. Ну ладно, плюс он сможет атаковать по площади, это тоже очень здорово. Хотя все убер-редкие коты атакуют по большой площади, но с богомутом все равно еще никто не может сравниться. Такс, 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 и да. К сожалению, мне не хватает буквально одного уровня на эволюцию, но зато мы сможем сделать это в следующей серии. Будет интрига и будет повод посмотреть, что же происходит в этой игре дальше. Ну и давайте откроем последнюю обычную капсулу. Хм, что-то со мной не так. Санька, ты реально скоро просрешь абсолютно все свои деньги, так как каждую серию я открываю капсулы. Хватит, пора завязывать. Что-то я слишком сильно на эти капсулы подсел. Надо держать себя в руках. Да, Санька, все. Это, естественно, я заюзаю, потому что буду получать больше опыта за прохождение уровней. Больше опыта, больше котов, больше эволюции, больше прокачек. И враги будут страдать. Будут наказаны. Ух, смотрите-ка. Я не зря говорил про красный день календаря. Еще и получил награду за повышение ранга. Всего лишь два снайпера кота. Но тоже круто. Ух, ну и пора биться. Мне кажется, что я смогу уничтожать любой город вражеский, используя только лишь одного кота-робота. Такс, я чуть не затупил. Я мог пойти в битву без него. Это было бы ужасно. Сюда. И вместо кого его можно заюзать? 3600. Хм. А вот это уже меня начинает смущать. Получается, что это самый дешевый убер-редкий кот. Хм. И он будет самым слабым в итоге? Не знаю, не знаю, не знаю. Думаю, что нет. Хм, кто же будет круче? Посейдон или он? Посейдона я почти не юзаю, поэтому да, скорее всего, будет какая-то машина. Фух, битва. Пора начинать битву. Пора сражаться. И хочется ведь на анимацию взглянуть. Ну-ка. 3600. Ну да, сразу накоплю, пожалуй. И надо будет убрать своих котов-байкеров. Хотя нет. Я говорил, что они крутые. Против мощных врагов я их еще не использовал. Поэтому нужно будет потестить. Да, пока не тестил, смысла говорить о чем-то вообще нет. Оба-на. Кролики бегут. И мне кажется, этот робот просто сейчас вырвется из моего убежища. И начнет этих кроликов превращать в салат. Он возьмет его в руку и разорвет на два куска. Ну-ка. Или как ты будешь атаковать? О-о-о-о. Ничего себе. Он заряжает какой-то ядерный реактор. И таким образом наносит урон. С помощью энергии. Ну здорово. Правда, атака у него слишком медленная. Наверное, по времени занимает столько же, сколько и у Богомута. Но зато бьет по толпе. А вот, кстати, и Богомут. Да. Они, наверное, примерно одинаковые, друзья. Даже скорость передвижения у них схожа. Хм. Но кто круче? Богомут либо Кэт-машина? Кэт-машина мне нравится больше. Да. Богомут, конечно, крутой. Хотя, знаете, я ведь Богомута люблю только лишь за его мощь. За внешний вид он мне не сильно нравится. А вот Валькирия, например, либо вот эта вот Кэт-машина. Полюбилась мне как раз-таки за свою анимацию. За свой рисунок. За свою модельку. Хм. Кого еще можно построить, чтобы быстрее пройти этот уровень? Давайте заюзаем пушечку. И... Блин. Я уже поскорее хочу перейти к сложным этапам. Потому что первые уровни, они какие-то, знаете, однообразные. Постоянно происходят одно и то же. Это больше похоже на какой-то геноцид животных. На издевательство над ними с моей стороны. Я чувствую себя неловко. Когда противник ничего не может сделать со мной. Я не хочу оббежать беззащитных созданий. Я ведь добрый человек. Поэтому, может, друзья, стоит без вас пройти эти первые уровни, чтобы быстрее добраться до мощных уровней, до боссов. И тогда интереснее будет смотреть, наверное, серии. А может быть и нет. Пишите, пожалуйста, в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну и давайте немножко нашу армию облагородим старыми добрыми кошачьими качками. Как же это без них? Я уже не представляю свою жизнь и свое войско без этих бравых, милых, улыбающихся ребят, которые постоянно поднимают мне настроение. Особенно золотые. Хм. И почему у золотых котов руки белого цвета? Золотые коты... Неужели золотые коты напали на обычных котов-качков, оторвали им руки и присоединили их к себе? Не, что я несу? Это бред какой-то. Такого быть не могло. Коты друг друга любят, которые друг друга уважают. Это же братство. И все они должны жить в мире и согласии, в единстве. Эх, жаль, что, конечно, сегодня я не смогу прокачать эволюцию кошачьей машины. Хотя, может быть, если все будет круто и вы захотите, я смогу выложить вечером еще одну серию. Это, конечно, не точно, но попробовать можно. Не знаю, друзья, гарантий никаких не даю. Чтоб ко мне не было претензий. Так что, с меня все снимается. Все обвинения, на всякий случай. Но эта серия может быть. Поэтому проверяйте канал, если вам это интересно. Такс, Норвегия. По-моему, как раз-таки в Норвегии начинаются уже более-менее мощные противники. Бегемот. Хе, бегемот, бегемот, бегемот. Ну и че это такое, бегемот? Такс, а я так и не понял, сколько урона наносит кошачья машина. Если я буду использовать только его, то я не смогу дойти до здания и, в общем-то, отследить. Поэтому как проверить? Заходите только на кошачью Вики. Если честно, мне сейчас лень, я ведь записываю ролик. Ладно, давайте сделаем так. Попробуем заспамить обычными котами. Если их будет очень много, они справятся с вражеской армией. И тогда я смогу посмотреть, кто больше всего урона наносит по этой щуке, рыбе, сельде. Не знаю, сельдь, наверное, да, больше в Норвегии водится. В норвежских морях. Такс, ну давай. Оооооу! Вот оно как! Хм, появился, наконец-то, пришелец. Ну и че, сейчас он сдохнет. Посмотри, у меня сверхтехнологичные коты. И, блин, друзья, оказывается, этот робот не такой уж и сильный. Блин, 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 блин. И доспехи, в которые облачена моя новая Валькирия, как я ее прозвал, гораздо технологичнее, потому что ее робот умеет летать. Но ничего, впереди все самое интересное, новые технологии меня ждут Главное накопить 500 тысяч опыта и как-то попытаться его реализовать Следующий уровень, начинается уже что-то интересненькое Фух, как же я об этом мечтал, как я этого хотел Да, пока кот-машина так себе, так себе Может быть вообще он окажется слабым и я не буду его задействовать в своей армии Брось, Саня, эти мысли из головы, выбрось их, просто выкинь, прогони Потому что этот робот обязательно должен быть Он очень большой, выглядит мощным и сильным И думаю он просто-напросто будет внушать в противников страх, а этого уже достаточно Так, ну давайте начнем с самых простых ребят И да, здесь я попробую затестить войско из вот этих вот велосипедчиков кошачьих Я хотел это сделать и раньше, но по-моему сейчас самый подходящий момент Так как появился пришелец и посмотрим, смогут ли они с этим пришельцем справиться или нет Наверное, друзья, все-таки нет, потому что они даже не успевают атаковать Пришелец бьет слишком сильно Ай-яй-яй-яй, и из-за этого я могу уровень слить Ладно, не солью, сейчас я накоплю 4000 на страйк юнита И пришелец поймет, что он ввязался в игру, заведомо в которой он проиграл Ага И либо не проиграл, либо проиграл я Я был излишне самоуверен Хмм, может быть кого-то еще можно построить? Нет, денег не хватает? Эй, тихо-тихо-тихо, потише, 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 не ломай мою базу, дождись страйк юнита Давай, поехали, отбрось его Если он его отбросит, мы выиграем, не отбросил и... Ха-ха-ха, поражение Ну вот, как оно бывает Ладно, я хотя бы попробовал Теперь я буду знать, что если использовать в рядах своей армии только велосипедистов Ни к чему хорошему это не приводит Только грусти к тоске и к депрессии Эх, сейчас я из депрессии выйду, друзья Я порадую себя новыми крутыми бойцами Хотя я себя и так уже порадовал Меня просто распирает от эмоций И день сегодняшний уже, можно сказать, удался Эх, это замечательно Ну что, построю первым страйк юнита Эта стратегия никогда меня не подводила И не подведет сейчас Потому что я просто-напросто зол на этого доброго, милого тюленя Он хоть и улыбается, но... Я эту ухмылку с его лица сотру быстренько Сейчас-сейчас Когда он увидит мое безэмоциональное лицо Моего страйк юнита, на котором нет улыбки И вообще нет рта Он поймет, что улыбаться в ситуации, когда тебе грозит смерть Это не самое лучшее решение Ведь ему грозит смерть Ведь он погибнет Должен погибнуть Оу, я только сейчас обратил внимание Насколько большая у него пасть Но это ему не поможет Он не сможет заглотить гигантского титанового робота Я думаю, он состоит из титана, да, из материала Или из какого-нибудь вибраниума мифического Как щит железного человека Не знаю, что это за материал Но страйк юнит очень крутой И даже где-то в комментариях проскакивали слухи Что страйк юнит это самый мощный боец Ну, по крайней мере, один из самых мощных Не знаю, правда это или вымысел Но он реально силен И это факт Спорить с которым просто-напросто нет смысла Мы в этом убеждались много-много раз Если бы мне не выпал страйк юнит в свое время То предыдущий мир будущего я бы так и не смог пройти никогда Ну, а сейчас все здорово Мы двигаемся дальше О, вы еще пришельцев позвали Смотрите, насколько он жесткий, что Ууу, стер в порошок всех одним ударом Собачек, тюленей и еще и Биг Бен В общем-то здорово, друзья И на этом пока все Продолжим мы с вами в следующий раз Серия вышла, к сожалению, не особо большой Все потому, что времени у меня сейчас немножечко маловато Но сегодня может выйти вторая серия Так что, ладно С вами был Перпетум или же Александр Большое спасибо за внимание, за просмотр До новых встреч Всем удачи И всем пока, друзья Вы лучшие, пока Субтитры сделал DimaTorzok